Уважаемые коллеги, человечество за свою обозримую писательную историю последовательно пережило несколько революционно-мирозаторических, философско-физических и космологических обобщений, обладающих в достаточно высокой степени свойственной притягательности единства и единения, творческого побуждения и развития и научно-практической предсказуемости результатов и критериев отбора. Довольно условно их можно разделить по именам нескольких основателей и хронологически расположить следующим образом. Первая группа – Лао-Дзи, Будда, Иисус Христос, Магомед. Вторая группа – Пифагор, Аристотель, Толемей. Третья группа – Галилей, Коперник, Ньютон, Дарвин, Максвелл. Четвертая группа – Пуанкаре, Умар, Уммов, Эйнштейн, Хавл, Гаммов. И пятая группа – Клиффорд, Уиллер, Катран, Шипов. Первая четверка завершила формализован неосознаваемый цифр космологии и физики духовным обобщением, основанным на нашем интуитивно-духовном понимании внутреннем осознании единства мира, единой мировой связи и действующих в ней всеобщих принципов и законов, преломленных в человеческую душу и разум. Аристотель и Толемей были геоцентристами, понимали центром земную материальную тверь, на которой все стремится к покою, вокруг которого все находятся в вечном и равномерном вращении, Солнце, Луна, Звезды. То есть и физика на Земле, и космология на небе утверждали абсолютный характер стремления к покою на центре Земле и вечно равномерного движения, то есть относительно стабильного покоя на небе. Галилей, Коперник, Ньютон, Дарвин, Максвелл, их можно обозначить как материалистов, показали абсолютность движения и развития как таковых, и единство невидимой силы гравитации, объединяющей мироздание. Нашли математические выражения этого объединения на основе всеобщей материальности, в основу которой положили эфир. Космология приобрела многомировой характер. Следующий этап очень богат на имена. Условно представителей этого этапа можно назвать полевыми дуалистами, которые с одной стороны присвоили полям, гравитационному, электрическому, магнитному, электромагнитному и тому подобное, статус особых видов материи без энергоматериальных агентов и скрытно придали такой же материальный вид пространству и времени, признав за ними свойства отклоняться, прогибаться, менять размеры и время жизни объектов и так далее. Более того, поля объявились своего рода фундаментальной материей, порождаемой пустотой, и начались поиски единой теории поля на основе сформированных Эйнштейном принципов эквивалентности и всеобщей относительности. А с другой, установив квантуемость полей, но пока еще не пространство, нашли по существу необходимость агентов неведомых форм и содержания. Физика и космология стали резко эволюционными, с непонятной точкой сингулярности, гипотетическим большим взрывом и множеством последствий, носящих в основном умозрительный характер математических изысканий, приведших к полусотне стандартных моделей. Отсюда уже было недалеко до следующего этапа в различных модификациях. Этапа геометризации. Сначала объединившего поля с геометрией пространства-времени, а затем с одной стороны начавшего создание все новых и новых искусственных нефизических измерений путем уменьшения до неизмеряемых размеров просто геометрии неведомо чего, а с другой заполняющего пространство торсионными полями также неведомых размеров квантов и агентов, что привело к рождению материальных частей из ничего. Все это сопровождалось и подтверждалось особыми видами математики и геометрии, бывшей для каждой теории, будь то 17 струнных теорий, 5 теорий суперструн, М-теории в 10,5 тысячах вариантов, которые на сегодня существуют, или теории физического вакуума специальными, сверхлозными, доступными сверху узкому кругу лиц. Наряду с десятками других недостатков всех этих теорий, самыми существенными недостатками теории физического вакуума, равных, как и различных рода амерых, эфирных, и струнных, и квантовых теорий, и моделей, является то, что, первое, они прямо или скрыто заявляют, нет закона сохранения энергии. Ну, сейчас уже прямо они заявляют. Во-вторых, в них отсутствует основание для образования и развития креативного принципа и цели закона образующего, отбирающего, развивающего, онтологического стержня эволюции, обеспечивающегося зарождение и развитие материи, звезд и планет, живого, разумного и так далее. В-третьих, нет физических и теоретических оснований, обеспечивающих единство и единение мироздания. Почему мы все из атомов, хоть там, за 20 миллионов световых лет, хоть тут, одинаковые? То есть, грубо говоря, развитие и эволюция есть, Вселенная расширяется, причем ускоренно уже разжиряется, но без источника, без цели, без границ, без принципов. При этом надо отметить, что каждая из этих теорий в чем-то они какие-то грани правильно отражали. Значит, и поэтому они, собственно, и называются теориями. Ну вот, пять великих проблем современной физики. Это вот Смолин. Ли Смолин, американский физик. Он приверженец струнных теорий. И с ним согласен Шипов наш. В своей статье он их тоже приводит. Вот как они формулируют пять проблем современной физики. Первую проблему они объединить надо общую теорию относительности и квантовую теорию. Ну, в самом зародыше они объявляют их адекватными в действительности. Это уже неправильно. Значит, это. На мой взгляд, видно, что ответить, что является всесущностям и вся форма целеопределяющая всех явлений во Вселенной, ее основные виды относительности, принципы и законы. И отвечаю, что энергия это первичное содержание всего сущего. И она образует всеобщую эпигенетическую организационную сеть энерго-партен. И информация это вторая субстанция как первичная целеформа связи. И всеобщая целеформирующая темпоральная структура информ-архетип, который рождает три вида относительности осевую орбитальную поступательную, три всеобщих принципов отбора развития и единения и три всеобщих общих психологических законов. Ну, они все известны. Вторая проблема они говорят решить проблему обоснования квантовой механики либо путем придания смысла теории в существующем любое изобретение новой теории. На мой взгляд, вторым вопросом является что же является источником поддерживающим эволюцию Вселенной энергетически и структурно обеспечивая при этом ее единство. Ну и ответ вы че видите что таким источником является трехмерное пространство его составляющие слабая пустота абсолютного параллелизма СС геологические в океане Торсенформ и единое энергонационное поле. Третий вопрос определить могут ли или нет известные нам взаимодействия частицы быть объединены в теорию которая объединяет их как проявление единственной фундаментальной сущности. Суть вообще-то правильно задана но в ответ на нее что все шести их не четыре а шесть основных взаимодействий и вот молодой человек вчера докладывал они по существу физически я искал физический опыт который одно из взаимодействий новых они нашли очень простое решение мы конечно воспользуемся этим значит то есть автор я предлагаю конечное на мой взгляд обобщение что в основу этого обобщения положено энергоинформационное содержание с формы всего сущего это приводит к принципиальным изменениям во взглядах на природу энергии информации пространства времени материи движения эволюции и что не менее важно привело к пониманию целей мироздания создание всеобщих эпигенетической энергосети энергопатерна и темпоральной целиформы связи темпоральной структуры информархетипа обеспечивающие единство и ускорение эволюционного процесса сохранения вселенной на основе самопознания и самоосознания толчком для создания я назвал существенная традициональная полиэлептика послужили во-первых заведшие в тупик физику все вот эти изыскания математические изыски во-вторых изыскания Майера и Освальда и замечания Сахарова о том что материя есть скомпетизированная энергия последнее привело автора к пониманию что содержанием всех явлений является определенным образом эволюционирующая энергия а информация является темпоральной целиформосвязью первым шансом стало открытие единой формулы цикла вот они формулы три формулы которые автор так сказать создал первая единая формула цикла которая является обобщением законов Ньютона выводом из подстулата что единым квантом взаимодействия является цикл энергия взаимодействия так относится к его скорости как сила взаимодействия относится к частоте вторым шагом стало создание таблицы перевода физических единиц сначала друг друга а затем приведение к их к единому измерению метры в секунду скорости оказывается все единицы можно перевести в том числе такое какое-то непонятное секунду можно перевести метры в секунду и так далее и так далее все переведены такая таблица создана и она позволила во-первых скрыть первичное физическое содержание многих всплывающих понятий пространства времени силы энергии тепла и других а во-вторых появилась возможность быстрого перевода характеристик друг друга и нахождения их величин без измерения ну вот достаточно скажем знать энергию электрона как сразу появляются его размеры и так далее первая формула нет на экране а первой формулы нет извините я плоховато спасибо третий шаг заключался в уточнении всеобщей формулы энергии покоя всем известной формулы умова по анкаре энштейна но ее называют формулой энштейна хотя энштейн позже всех ее так сказать сформулировал первый сформулировал умов наш потом по анкаре потом энштейн е равняется мц квадрат которая оказалась точна для трех видов фанонов и трех видов лептонов нейтриногравитонов и фотонов а также электронов и позитронов для более сложных частиц мезонов и нуклонов она имеет вид несколько иной с коэффициентом 10-20 деленное на пи в квадрате который отражает энергию кварт-нуклонной связи которую не учитывает форму вышеприведенная формула и наконец четвертый подготовительный шаг заключался в интуитивном создании всеобщей формулы взаимодействия вот она приведена здесь надо ее расшифровать немножко значит где сила взаимодействия а1а2 величины и вид объектов взаимодействия выстроенных в следующем порядке возможного энергия 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 заряд 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 масса заряд массу как раз этот товарищ демонстрировал в опыте масса 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 новый вид энергии 34 комбинации агентов агентов опять расшифровку на экран поднимите вы пускаете да нет да спасибо значит n мерность пространства и фазы меняется от 18 до 1 включительно c скорость света и расстояние между действующими и коэффициент мерности времени от 0 до 5 меняется ну могут сказать ну формулы ты вот изобразил что они обозначают суть ее физическая и насколько они верны так сказать это самое чем они подтверждаются ну я могу сказать что подтверждаются они во первых чем значит никто теоретически ну кроме Эйнштейна на 50 страницах его формула скажем теоретически не вывел коэффициенты гравитационной постоянкой планкой и так далее и так далее все они практически только выведены а здесь теоретически получилось с точностью до совпадающей с табличными данными которые приводятся в справочниках до последнего знака совпадающего ну и можно увеличить точность потому что π квадрат это всего две постоянных используются π квадрат и скорость и второе удалось прошагать назад назад с помощью этой формулы назад на 102 шага назад по развитию вселенной и выявить две реперных точки в этих реперных точках выскочили как чертик из того как табакетки выскочили все все постоянные все частицы в том числе это частица великого объединения которую еще пока никто не нашел и планкион выскочил и нейтрон выскочил с этими показателями и протон выскочил то есть частично я далек от мысли что я уже все там расписал частично они выскочили как масса выскочила их скорость и так далее все показатели там еще работа и работа но они выскочили и выявились так сказать вот много еще можно приводить факторов почему так сказать но из 32 с лишним возможных вариантов выскочило действующих 37 коэффициентов и 167 видов сил значит космологии выскочили сами как черностые бакеты выскочили два космологических члена то есть это скалярные силы которые проявляются как силы появляются как силы присутствуют в каждой точке мироздания они перпендикулярны друг к другу размеры их выскочили эти и они являются основной физической причиной всеобщего вращения и всеобщей цикличности всеобщей цикличности параллельно осознавался механизм энергоизоляционного создания и поддержания мироздания его постоянного расширения и эволюции в современной форме то есть постепенно вскрывалась многослойная структура вселенной в том числе и три слоя пространства была таким образом скрыта эволюцией цель эволюции самосохранения путем саморазвития до самосознания и получения тем самым свободы самовозвышения все это рассматриваю как самые первые шажки к раскрытию существа и строению всеобщих эпигенетической эволюционной сети энергопаттерна и ее структурной формы целесвязи и формы архетипа системы действующих эгрегоров и космологических членов в их целостной эволюционной взаимосвязи и периодически возникающими космологическими телурическими а сейчас уже энтеропогенными катастрофами по моему мнению дальнейшее познание невозможно без коренной смены парадигмы обретение на ее основе нового видения реальности нового мировоззрения создание новой теории принципов теории о сквозном единстве мирознания практически во всех теориях претендующих на мировоззренческих аспект самым уязвимым местом является объяснение развития понимание причины основной оснований появления сложных комплексов и новых энергоинформационно-материальных видов и типов их совокупности источники агента энергоинформационного обеспечения эволюции ее цели и единства хотя этот вопрос относится ко всему существующему от электронного нуклона атомов до мегагалактики и вселенной и от синих водорослей и амебы до человека человеческого общества наиболее выпукло и зримо это проявляется в становлении эволюционных теорий живого начавшись с мифов о создании мира и природной высшим существами что также несло в себе зародыш развития кравиционизм достиг научной высоты в системе природы Карла и Нея затем начался и продолжился период эволюционизма трансформизм ламаркизм дарвинизм менделеевизм эмуляционная теория неодарвинизм теория скачков последовательно добавляли количество и качество факторов влияющих на возможность появления нового это внешняя среда ее изменения изменчивость и наследственность естественный отбор законы Менделя мутационные изменения и отбор мутаций скачки и изменения безусловно все это проясняло и расширяло картину изменений и насыщало ее материальной основой в то же время не находилась физическая причина или их комплекса для появления новых видов и таких сложных комплексов как пример глаз мозг и так далее мутационная теория столкнулась с тем же пока непреодолимым для нее и предшествующих а также и последующих теорий генного обмена рекомбинации ДНК симбиоза симбиогенеза недостатком хорошо сформулированным известным английским палеонтологом эволюционистом Дерек Агером наша проблема состоит в следующем при детальном исследовании останков на уровне видов или классов мы постоянно сталкиваемся с одной и той же истиной и видим не ступенчистое возникновение в процессе эволюции а мгновенное образование групп на земле земля в развитии живого так же как и вселенная в видимом нашем развитии неживого пережила ряд эволюционных взрывов типа пембрийского взрыва когда на протяжении нескольких сот миллионов лет много раз одномоментно появлялись миллионы новых видов и классов живых живых существ без видимых связок и переходных форм как между ними так и с предшественниками с одной стороны совершенно невероятно чтобы новые виды классы даже системы и комплексы типа глаз перья почечные и дыхательные системы могли появиться в результате мутации или даже и скачка который должен к тому же быть невероятно консонансом по всему пространству и большим а с другой получается что создатель творил порциями тысячами порций видов классов систем органов в течение не шести дней а сотен миллионов лет и при этом создавал ступени эволюционной лестницы такой высоты которая не под силу современной вики даже для сообъяснения не говоря о том что ступени делают бессмысленным поиск переходных форм их просто не было и не могло быть каждая ступень вела все выше и выше быстрее и быстрее вплоть до человека появившегося в очередь 4-5 миллионов лет назад и быстрыми все ускоряющими шагами 50-100 тысяч лет назад доверчивая свое развитие для кроманенца нашего непосредственного предка перебрав 32 варианта сил взаимодействия эволюции за 10 в 498 степени лет это тоже там когда ступеньки эти годы тоже выскакивали сами отобрало 167 0,5% действующих из полтора миллиарда видов существующих фаренозои кембрийский период это 600 миллионов лет назад до нас дошло 130 тысяч всего 0,0,1% из 6 тысяч видов различных обезьян неоенного периода 25 миллионов лет назад сохранилось всего 120 видов 0,2% из нескольких десятков типов людей 5 миллионов лет назад осталось 4 расы все вот это говорит об абсолютной необходимости плана цели регуляторов информационных файлов постоянно действующих эгрегоров вот здесь я хочу привести цитату Юрченко Юрия Ивановича это физик математик этого самого Бауманки он написал в своей книге которую назвал алгебра живых систем материя организована и вселенная находится в процессе развития это общепринятое положение если произнесено А можно выговорить Б понятие организованности предполагает наличие информационной системы а понятие развития теряет смысл без понятия цели мне кажется что концепции современной физики лишь первое приближение к действительности следует ожидать наложения на них свойств вселенной как живой системы ну к сожалению Юрий Иванович не знал о работе Матурены Дворелы Пригожина Эйгена Маргелес Моровицы многих других кто не приезжает конечно значение созданной алгебры которые еще потомки оценят эволюция вселенной и точки ее роста в данном нашем случае это человека это огромный непрерывный континуум энергонационной эволюции в котором различия между этапами и ритмами с одной стороны организационно постепенно имеют сложную и тотальную все время возрастающую по глубине и сложности проктальную организационную сеть а с другой ясно просматриваются структурные скачки возникновение новых архетипов форм автоматически усваивающих все более сложные ориенационные паттерны и приобретающие для этого необходимые ресурсы на уровне живого это катализаторы ферменты ДНК РНК новые органы виды царства и так далее Валентин Константинович в конце первой лекции оставляете время на вопросы или после второй мы после второй сразу все вы меня минут за 10 но уже осталось нет от первой а сейчас от второй создание атомов молекул звезд и планет зарождение жизни в нескольких структурных ступенях прошедший путь от полуживых вирусов и бактерий до появления сознания и души разума и духа наглядно демонстрирует что тройка среда организация структура реализуя основной принцип сохранения через вторую тройку стремления свободы возвышения и единения на уровне живого стремительно ввела этапные точки роста к когнитивному характеру взаимодействия порождая когнитивную экс-энергию и снижая энтропию при этом четко прослеживаются такие закономерности тотальной континуальности целостности единения это голографичность любая материальная микроструктура непосредственно содержит и позволяет воспроизвести информацию обо всем мироздании фрактальной сферминационной сети все части целого взаимодействуют с единым эмоциональным полем взаимодействуют между собой и приобретают эмергентность собственной структуре взаимодействия как целого в итоге мир голографичен фрактален дважды девятимерен пространственно и тепорально шестимерен состоит из континуума энергии информации в различных формах сочетаниях и проявлениях мир постоянно эволюционирует подпитываясь энергоинфориционно и сезон геодезических и нейтринно геодезических по единой мировой связи определяемой всеобщей кохерентностью задаваемой многоступенчатой системой эргоров действующих в рамках единой цели и системы разработки пригоженным и гландсмором теории нелинейной термодинамики и самоорганизации саморазвития десертативных структур с потоками энергии хакеном нелинейной лазерной теории эйгеном теории химических гиперциклов чу гипотезы Бустрапа последовательно приближают нас к пониманию того, что корни живого лежат в медленной но верной эволюции неживого совершенствование ее организации путем перехода изменения форм это вылилось в систему авто-поэза ума-мотокраны варелой и урибой дополненной теорией гаи земли как саморазвитивающей системы лавлока хичкока вплотную приблизившись к пониманию подлинного значения базовой организационной модели всеобщих принципов законов в рамках единой мировой связи как тотальной трансцентальной сети вселенной комплексы эгрегоровых источников энергии и информации их обеспечивающих так оказалось что совершенно недостаточно знать генетическую информацию о структуре человеческого генома последовательности генетических элементов нитей ДНК то есть о карте геномов их составе и сборке нужно знать еще функцию каждого генома механизм процесса их взаимодействия и его интегральный биологический смысл его системное действие на организацию метаболических сетей в динамической увязке с огромным количеством ферментов регенерирующихся гигантской точностью до 10 после запятой знака после запятой устойчиво функционирование ДНК и его копирование процесса деления клетки кроме того выяснилось что на основании одной и той же генетической последовательности может синтезироваться до нескольких сотен белков одна и та же последовательность генов а белки появляются разные сотни и кто-то или что-то должно устойчиво дать сигналы по правильной нужной расшифровке производства на это наложилось необходимость регулирования того каким образом этот редуцированный белок будет функционировать плюс так называемая экспрессия генов когда образовавшееся определение клетки имея в точности один и тот же набор генов тем не менее дифференцируется превращаясь в мышцы кровь мозги нервы и так далее что также невозможно без управляющего центра наряду с невозможностью объяснения молекулярных механизмов строения и роста организма механизм генетического контроля реализуемый дистанционно нелокально напрямую минуя сложный и длительный наактный процесс физико-химической регуляции морфогенеза то есть путем каскадного иерархически фрактального морфогенеза программирующего действия гуманитарственных коллективов имеется еще ряд неувязок которые объясняются официальной наукой пока невнятно или аккуратно обходятся это дистантность концептного влияния удаленных РНК последовательно точное осмысление кордона читаемого рибосома и на его перекодировку нелокальное сканирование больших протяженностей РНК смысловые сдвиги рамок считывания дальние прыжки рибосом и перекодировки дроби перечисленные выше неувязки достаточно обоснованно расшифровываются на основе утверждения что во-первых триплетный код работает на основе по схеме основной ячейки эпигенетической энергетической сети паттерна на основе единого кванта взаимодействия и единой формы взаимодействия и во-вторых при программно управляющем контроле со стороны матрицы объекта в едином инновационном поле и других компонентов архетипа это гораздо проще эффективнее и строже и в плане антогенеза и в плане филогенеза и по энерговым солнцам возможностям зарождения накопления передачи сохранения с учетом этих факторов отпадает признание квазиразумности уже сейчас признали что геном квазиразумен в прямом смысле и как квантовый компьютер из молекулы уже ДНК и РНК обладают по Горееву ментальными лингвическими способностями и что геном и белковый код создан мыслью а сам геном разумен это утверждают современные ученые а вот матрицы в едином обеспечивают ту изощренную систему отслеживания проверки и исправления несоответствия и случайных нарушений структуры ДНК с точностью до десятого знака после забитой ее заданности по производству функционированию активизируют нужные последовательности и скорости гены именно матрица живого является файлом создания и управления клеточной сетью составной частью которая является геном хроматин хроматин структурные белки гормоны сети ферментов и другие молекулярные конкурсы не дающие развитию организма сбиться с программы даже когда искусственно делали такие опыты искусственно удаляли отдельные важнейшие гены а организм развивается так как было запрогенировано при этом параллельно с механизмом такого сверхустойчивого редуцирования на другом конце качели в том же исполнении существует и действует механизм генетической изменчивости активного продуцирования нового спонтанно запускаемого средой ее изменениями это обеспечивает детерминированность эволюции как таковой ее обусловленность саморганизации живого увязать эти два процесса геному как такому явно не под силу а ведь это еще далеко не все а возьмите вопрос одновременности и тотальности появления нового что в таком простом взгляде не может даже единое национальное поле обеспечить постройка матриц живого осуществляет гораздо перестройку матриц живого осуществлять гораздо просто и быстро даже что очень важно надежно так как она опирается на первичную тотальную организационную сеть чем встраивать новые геномы геном путем бактериального симбиоонуроза потом медленно распространять ион по земле с опасностью случайного унистражения или искажения для изощрения эффектов типа 100 обезьян любого исполнителя кроме иип нету мироздание также здесь так же как и в случае изобретения разума миллионократно повысившего КПД процесса эволюции так же изобрело его предтечу и основание матрицы живых объектов и ип сосуществующие с нами но вот такие несколько фактов планк резонатор реагировал только на те лучи которые он сам испускал и оказывался совершенно нечислидным в соседнем областях спектра атомы одной молекулы это другой атом будучи разъединенными и брошенными в среду аналогичных атомов находят для воссоединения именно друг друга их пометили и они находят бросили в среду такую же полным полно их бросили в одной стороне комнаты другой так они вот проходят этот путь и находят именно друг друга хотя рядом полным полно казалось бы собратьев которые могли бы они соединиться чем пометили это довольно просто но я не настолько специалист чтобы так сказать это дальше цепочки ДНК ищут и находят потерянные друг на друга части и сращиваются винтообразные лесенки ДНК именно разорванное ДНК находят а не какую-то другую ищут а также тотальное притяжение и отталкивание различных уровней от так называемого тяготения до любви и ненависти у человека для глюкогена Бергсона находящего максимальное проявление материнской любви мы можем сделать вывод о пронизанности всего мироздания всеобщими принципами отбора возвышения единения эволюционно ищущими формы максимальной проявленности и силы онтологической направленности в живых системах организация имеет ряд характерных отличительных признаков во-первых это сеть процессов самовоспроизводства в которых каждый компонент участвует в производстве или трансформации других компонентов и параллельно самое себя во-вторых организация самовоспроизводства создает как единое целое отчетчивающую систему через сферу и состав операций внутри ее и в-третьих живая система самовоспроизводит не только свои компоненты но и свою организацию как таковую тем самым воспроизводит различными структурами исполнения самого себя целое структурно ориентированные модели саморганизации по Прогожеву и Хакену ориентированные модели по Егену и Матурали и Варели нашли свое радикальное решение и живое воплощение вдруг в двух взаимодополняющих саморегулирующих противоположностях эволюции живого и развития экосферы планеты в нашем случае Земли составляющих саморегулирующую суперсистему кавернатскому лоблоку таким образом наша неосознанная вера в существование невидимого и неощущаемого порядка вещей приобретает достаточно строгое формализованное основание которое правда нуждается конечно в дальнейшем улыблении и развитии такая же проблема возникновения наука встает перед попытками объяснения сознания как такового о чем хорошо пишет философ Чалмер он пишет говорит чтобы объяснить как возникает опыт сознания в наше построение требуется ввести некий дополнительный энергиент непонятно какой энергиент по мнению Капра таковым энергиентом как и в случае объяснения появления живого и биологических феноменов в достаточной мере является сложная динамика нелинейных живых сетей на наш взгляд этого и в том и в другом случае явно недостаточно жизнь сознания в проявляемой форме это сложные элементные феномены и кроме нелинейной динамики они должны иметь как минимум энеро информационный фактор стабилизации устойчивости периогенической ориенационной сети его постоянного потока это единый информационный поток единый квант взаимодействия единая форма взаимодействия второе это диск индивидуальной памяти и доступ во всемирную информационную сеть это матрицы в яид каждого живого объекта и само яид с торсинформами система отборов бифуркационных точек и направлений развития катализа бифуркации также матрица и это вектор и стрела цели сознание такая же способность мозга к разуму как энергия способность материи к работе сказал бы ученый классик мы же говорим что сознание это преобразованное в упорядоченную коэрентную единому эмоционному полю информацию и энергия а мозг форма орудия это преобразование так же как материя это форма компетизации энергии и в этом плане сознание имманентно материи на всех уровнях неживого и живого вопрос только в уровнях способах и скоростях ментальной деятельности которые так же как и формы эволюционируют скачкообразно афоризм Юджина Одума материя циркулирует энергия рассеивается не точен на самом деле точнее так энергия преобразуется информация накапливается материя объединяет все циркулирует и эволюционирует то есть фактор целостности должен включать в себя триаду взаимодействия и взаимосвязи части целого соответствия и взаимосвязи со средой энергоинфляционной концентральности по целевому назначению смыслу и увеличение расширения углублений свободы возвышения и единения точки роста это ведет к новой парадигме не просто на основе системного подхода говорящего о том что целое его свойство не сводится просто к его частям и их свойствам но на основе того что матричность паттернность в эволюционном процессе непрограммно растет геометрической прогрессии и увидеть внезапные свойства можно только поднявшись на следующий уровень эволюции можно однако прогнозировать особенно если понять принципы рисунок эволюционной вязки единой мировой связи вот я такую схему также ее сделать поменьше чтобы она целиком тут была ну вот кто тут можно значит вот когда я прошагал на 102 шага назад с помощью этой формулы то выявилась такая вот это самое что развитие идет следующим образом вот это конус единой мировой связи он расширяется он все время расширяется увеличивает плюоризм проявления значит он начался с единообразия полного единичного детерминизма а потом он расширяется и каждый ну вот тут вот ступеньки такие были абсолютного вакуума я в четверг буду раскрывать все это дело абсолютного вакуума вакуума стационарных точек вакуума стоячих суперволн биовакуума и более духовного вакуума вот каждый вот этот цикл он развивался таким образом вот видите он развивается по сходящейся спирали обеева затем взрыв он расходится и снова это каждый развивался в 4 эры а в каждой эре было еще 6 ритмов вот это реперные точки этих ритмов этих как раз вот они найдены и в таблице сведены у меня значит вот единая мировая связь как бы расширяется укрепляется а конус еще включить но к сожалению вот здесь надо было еще спираль навить навить спираль вот на эти конуса вот они а вот это квантовые скачки в этом самом развитии в эволюции ну квантовые несколько условно можно говорить но можно такой термин измеряет внезапные скачки когда появляется новое в новом качестве Хотя и тут появляется В каждой фазе, в каждом ритме Появляется нечто новое Но оно не качественно новое А тут оно уже качественно новое появляется Значит Абсолютно Не буду сейчас на этом останавливаться Это во второй лекции И не будем мы это Этот рисунок представляет собой Шужающую сворачивающую винтообразную спираль Развитие точек роста Которая в 4 эры по 6 ритмов Каждый обретает, накапливает комплекс Незапных свойств, приводящих В взрывному скачку, расширению Свободы возможностей, появлению Нового качества, новой формы Континиума энергии и информации При этом конус Единой мировой связи непрерывно расширяется Увеличивая плюоризм бытия То есть свободу его развития А конус единения непрерывно сужается Увеличивая его целостность Имманизм эволюции При этом пара объект среда Татьяне Талкай, последовательно разрабатываем Богдановым фон Бертлан Бертлан, Нанфи Виннером, Пригожиным и многими другими Которые посредственно приближались К пониманию механизмов гомеостаза И эволюции Соборизирования и самоорганизации Диалектики и полиалектики Существование закрытых и открытых систем Хаоса и порядка Интропии и экс-энергии На базе тотальных Единой формы взаимодействия Странного мебиосоподобного трактора И единых квантов взаимодействия Цикла То есть Быстрее развивается Среда и наполнение Быстрее информационно Полнее насыщается Единое реализационное поле Отзывчивее и всестороннее Становится связь матриц и родителей Активно и глубже Формируются новые матрицы И так далее и тому подобное При этой во всей полноте Используется нажитое ранее 99% генов человека Соответствует генам мыши А 80% из них Почти полностью Индитичны ДНК Человека и шимпанзе Индитичны на 98,4% Кто прямо говорит О нашем общем предке Сошедшем со сцены 7 миллионов лет назад Кроме того У всех живых существ Присутствует универсальный Минимальный набор генов Из которых природа комбинирует Программу телообразования всех От риб до человека Базовый уровень Основную организационную сеть Ее ячейка Задает единое организационное поле Его структурой и топологией Архетипом и составом И первым эгрегорным комплексом При этом на этом фундаменте Строится томарный молекулярный уровень Оставим несколько минут на вопрос Да Да, я сейчас заканчиваю Заканчиваю Я к сожалению Не дошел до человека И человеческих составляющих И Ну вот человеческие составляющие Мира и мировоззрения Вот у него четыре сферы Это с природой С Богом себе подобными И сам собой И зоны Производство, потребление Искусство, философия, религия и наука Шесть Четыре и шесть и тут же Так Ну это мы не будем Это для следующей лекции оставим Значит Значит Не только физика зашла в тупик Физика как базовая наука Зашла в тупик Но зашло и в тупик и человечество Причем если раньше Это осознавалось Будем говорить так Двумя-тремя процентами Людей Сейчас осознается уже 25-30 процентами И чем дальше Тем это Вывод Выход Надо искать Перестройки Перестройки Мировоззрения Перестройки Базовой системы Базовых принципов Хотя они конечно В корне не меняются Свобода Возвышение Единения Так они и остаются Так сказать Основаны И переходят в любовь Любовь как Базовый принцип Он Основу единения Составляет Пожалуйста Вопросы Не скажите пожалуйста Вот у вас доклад В напечатном варианте Докладно Так одну минуточку Пожалуйста Я поставлю на слово для вопроса Я поставлю на слово товарищу Слово товарищу Потом уже вы Кто вам будет предоставить Значит В нашем мире Наиболее популярны Две энергии Потенциальная Кинетическая МЖХ И АВДА квадрат пополам И там и там Входит масса Количество вещества Измерено Определенным способом Значит Когда вы говорите Про энергию Вообще Все омлебляще Жить такое Понятно Если количество вещества Так тогда и говорите Количество вещества Если это что-то вообще Тогда не называйте Энергией Понятен вопрос Значит Понятен вопрос Значит Когда энергия Это Существует Не только Вот те два вида Которых вы говорили И гораздо больше В моих книгах Это расписано Но Суть не в этом Когда я говорю О То Вот Энергии Первичной Значит И вы говорите О массе Вот масса Что такое масса Вот во второй Векте я буду говорить Что такое масса Значит Ну К энергии Я перейду Масса Это С одной стороны Выражение Наличие Количества Вещества Нуклонов Нет Не все Не все Не все Не все Далеко не все Ну ясно Масса Это Одна из граней Энергии Одна из граней Энергии В материальном Веке Одна из граней Она имеет Размерность Она имеет Я же все Размерности Все Размерности Привел В том числе Килограмм К метру в секунду Это имя Значит Сейчас Вы можете Дать мне Вы же не даете Человеку высказаться Вы его перебиваете Вызбиваете Ну хорошо Ну если вы поняли Скажите Что я все понял Я не буду дальше Вы ведете Сейчас Ну понятно Следующий вопрос Пожалуйста Попотов Владимир Ну не одновременно Не знаю Потом Вот сначала Товарищ Потом вам Предоставлю Извините Пожалуйста Не видел Вам беднее Там есть временная Шкала 10 438 степени 498 Ну да Что это за интервал Время Значит Вот когда я Шагал По этим самым По ступенькам Назад Эволюционным Ступенькам Назад Там вот И обозначал Рекордные точки И как бы В этих Реперных точках Выскакивали Целый ряд параметров В том числе Выскакивало И время Время Выскакивало Как Продолжительность Каждого Ритма Каждой Фазы Каждого Этого В единицах В секундах Все в секундах Да Все в секундах Все в секундах Значит Все Выскакивало Вот это Время И вот Оказалось Что когда я Сложил Все Все Вакуумы Вот эти Все Все этапы То оказалось Что общее Это Вот 10 498 Пожалуйста Будьте любезны У меня Два Вопроса Ну полтора Два Вопроса Значит Первый вопрос Что такое Что такое Энергоинформационное Поле И где Оно находится В мире Где Оно хранится Где Оно Пребывает Значит Вот здесь Мы Много Говорили О пространстве Так вот Пространство Это поток Единого Энергоинформационного Поля Поток Поток Пространство Это поток А время Это импульс Время не надо Время я знаю Что такое время Заодно Я Наверное Один из немногих Это пространство Оно трехслойное А он Все Спасибо Дальше не надо Тебе второй вопрос Что Да Больше не надо Что вы понимаете Под всемирной Информационной сетью Это наш интернет Или что другое Нет Это не наш интернет Я так думаю Что это не интернет Так А что по вашему это Это Основу Этого Этого как раз И является Энергоинформационное поле Где он находится У бога запазах Или где он находится Это поле Энергоинформационное Во-первых Задавая вопрос Не надо волноваться Ну извините Это у меня Друга возбуждать Давайте просто Задавать вопрос И отвечать Ну вот я Задал вопрос Значит Я потерял Суть вашего А Энергоинформационного Сети Да Информационная сеть Основу этой сети Создает Энергоинформационное поле Значит Расшифровку Энергоинформационного поля Я буду давать Во второй Своей лекции Значит Основу Сплетено Оно из трех Из трех Этих самых Составляющих Нейтрино Фотон И гравитон Значит Как оно сплетено Вот я буду рассказывать Каким образом Сплетено Откуда оно Подберет энергию Для того Чтобы расширяться Не снижая Градиента Энергетического Спасибо 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 Пока Вопрос И все На этом завершаем У меня маленькое Уточнение Буквально полминутки В эволюции Скачков не бывает Дело в том Что развитие Бывает только Двумя путями Эволюция Это медленное Накопление Количества А революция Это резкий Качественный Скачок Поэтому Эволюция Поэтому Это по крайней мере Не точность Без дискуссий Да Почему не даете Ответить Значит Я еще раз Объясняю Еще раз Объясняю Объясняю Что Эволюция В моем понимании Это Весь процесс А Это значит Витя Чисто термонологически И последнее Значит Восемнадцатимерное Пространство И шестимерное Время Как это понимать Значит Объясняю Я буду объяснять Подробно говорить Это во второй лекции А если будете потом Тогда подробно Хорошо Подробно Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому